Курорты Карачаева-Черкесии давно стали центром притяжения миллионов туристов не только из России, но и мира. Одна из причин для этого – постоянно развивающаяся инфраструктура. Так, совсем недавно в поселке Дамбай был открыт туристско-информационный центр, а деятельность которого в основном направлена на создание наилучших условий для отдыха гостей республики. Более подробно о том, какую деятельность ведет данный центр, каковы перспективы и ближайшие цели и задачи, мы поговорим сегодня с соучредителем данного центра Екатериной Витюк. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, Марина. Рады нашей сегодняшней встрече. День сегодня чудесный, солнце светит, мы в Дамбай, что может быть еще лучше. Но основная цель нашего сегодняшнего разговора все-таки туристско-информационный центр, о котором я уже сказала. Катя, вы являетесь соучредителем данного центра. Хотелось бы узнать, как родилась вообще идея его открытия и, собственно, что сподвигло вас открыть вот такое предприятие, скажем так. На самом деле история, можно сказать, создания этого центра, она уходит в далекий 2015 год, когда мы впервые, еще будучи студентами Уральского федерального университета, проживая в Екатеринбурге, мы тогда под руководством Аслана Кагиева приехали сюда, привезли 45 человек. И с этого момента началось наше знакомство с Дамбаем, можно сказать, началась наша любовь с Дамбаем. С тех пор мы каждый год привозили ребят, дали этому название Катадзе. Центр, кстати, да, одноименный. Это тоже одноименный Катадзе, и спустя много лет наших зимних выездов, летних потом выездов, мы создавали приложения и так далее. И потом мы поняли то, что хотим что-то основательное, что-то существенное, какое-то место создать здесь в Дамбайе, чтобы делать хороший сервис, чтобы предоставлять необходимые услуги, чтобы объединить все то, что необходимо туристу. Ну, немножечко отступление такое, вот вы уже сказали, и нашим зрителям поясним, что вы все-таки родом не из Карачаева, Черкесии. Я? Нет. Да, вы сюда приехали когда-то как турист, собственно, да? А как так получилось, что вы из далекого Екатеринбурга все-таки решили оказаться здесь? Как решились на это? Ну, два года назад я переехала сюда, мы создавали проект в Архизе, Глэмпинг Монглэм, работали там, ну, то есть полностью строили, выстраивали работу, процессы, вот, и сейчас поняли, что уже пора в Дамбай, да, пора заниматься уже своими проектами. Ну, вот центр данный, который в Дамбай, он является тавтологией, но тем не менее центром притяжения туристов, да, которые сюда приезжают. Вот, какие услуги сегодня конкретно вы предлагаете, и кто может воспользоваться этими услугами? Воспользоваться могут все, у нас никаких нет ограничений. Основное это предоставление информации, то есть это место, где можно задать любой вопрос, начиная от куда пройти, куда сходить, где покушать, где остановиться, до, например, вот недавно у нас был вопрос, куда, на какие маршруты можно иностранным гражданам проходить, да, потому что, так как есть пограничные зоны, не везде, возможно, да. Ну, и плюс, наверное, языковой барьер тоже, да, какое-то присутствие. Сейчас мы объединяем, скажем так, подрядчиков местных, кто оказывает услуги, джиперов, кто на квадроциклах катает эндуро, разные-разные услуги, то есть именно тех людей, кому можно доверять, у кого хорошая техника, у кого хорошие автомобили, там все в порядке с документами и так далее. То есть мы вот этот момент очень хотим быстро, да, щепетильно, потому что, ну, все-таки это безопасность наших гостей, безопасность туристов, поэтому, да, мы сейчас объединяем базу, создаем, чтобы можно было предлагать экскурсии, ну, и людям гораздо удобнее, мне кажется, поинтереснее, да, ты приходишь, сидишь тут на веранде. Все готово, да? Да, мы позвонили, все договорились, приехала машина, они съездили довольные и счастливые. А, ну, центр функционирует несколько месяцев, да, но, тем не менее, хотелось бы узнать, как вообще туристы реагируют вообще? Заходят, может быть, немножко с опаской или все-таки сразу же целенаправленно знают, что здесь им помогут? Ну, пока мы, так как мы работаем этот месяц пока в техническом режиме, то есть мы сами тоже там только вот ремонт закончили. Да, сами вот это все выстраиваем, и поэтому пока что в основном люди заходят с вопросом, а что это? У вас такое интересное место, да, сразу и не поймешь, может быть. Да, 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 и как бы всех привлекает то, что это современное здание, то, что вечером у нас атмосферно, там горят фонарики, какая-то интересная мебель на подиуме, внутри тоже там дизайн. В общем, на огонек заглядывая, да? Да, да, поэтому в основном все заходят, говорят о том, как у нас модно, современно, узнают, что здесь, и потихонечку, потихонечку, скажем так, уже по поселку начинают говорить о том, что вот инфоцентр, можете туда прийти. И буквально на днях мы ждем информационную стойку, и тогда будет уже точно понятно, что это за место, да. А, все понятно. Касательно здания, вы сказали, что это современное, и это так, можно, да, вот сразу отметить, что на фоне вот Донбая это достаточно такая яркая такая точка, которая выделяется, да. Мы знаем, что когда строился центр, вы получили некую поддержку франтовую, да, от регионального министерства туризма. А вот хотелось бы узнать, насколько это было сложно или не сложно, реально ли сегодня действительно получить такую поддержку, и, ну, чем, собственно, они вам помогли, скажем. Ну, это реально при условиях, если соблюдать все условия, которые прописаны изначально в конкурсной документации, да, то есть необходимо, чтобы было все в порядке, там, с документами на землю, чтобы был проект, у нас был проект архитектурный, у нас был дизайн проект, то есть визуализировать, показать, доказать, что это важно и необходимо, что это будет приносить действительно какой-то эффект и пользу социальную в том числе, да, социальную в том числе, потому что, ну, на самом-то деле у нас здесь, ну, скажем так, двери открыты, и мы не берем там оплату, да, за каждый вопрос, ответ и так далее. Поэтому, расписав, да, расписав все это, и мы благодарны очень этой поддержке, потому что это, ну, в принципе, благодаря тому, что была эта поддержка, мы смогли создать здесь, то, что вы создали. На данный момент, как вы уже сказали, вы работаете в таком немножечко техническом режиме, а что же ждет гостей, когда вы войдете, скажем так, в полный такой рабочий режим, и, собственно, каковы перспективы, вот что вы видите дальнейшее развитие, каким данного центра? Ну, на самом деле мы ждем сезон, я думаю, как и все, потому что идея кататься, идея центра – создать такую некую экосистему различных туристических сервисов. То есть у нас здесь информационный центр, рядом, а также внутри мы открываем пиццерию, кофейню, то есть можно будет на вынос что-то такое тоже… С собой, да? Да, с собой взять. Прокат у нас также здесь появляется, плюс вот эта вот терраса. Там сбоку у нас еще два дома-треугольника. Проживание, то есть, да? Да, и в этом году мы также получили поддержку регионального министерства на создание террасы, открытой террасы, лаунж-зоны, место, где мы создадим уличный кинотеатр, где будет костровая зона, и тогда это точно будет местом притяжения всего Донбая, потому что это будет уже такой комплекс, где можно прийти, поесть, взять оборудование, пообщаться, поработать, перекусить. В одном месте все это, да? Да, да, все в одном месте, и мне кажется, вот именно таких сервисов не хватает, не хватает Донбая. Современных, модных, и чтобы все было… Молодежных, да? И чтобы все было в одном месте, да. Кать, ну такой вопрос, трудно ли после большого города находиться, вот скажем так, пусть это и туристический поселок, но тем не менее это поселок, сложно ли себя вот здесь как-то, я не знаю, прижиться или наоборот, как-то быстро вписать? Да, так как я уже второй год, то в Донбай мне уже максимально, просто, да, это первые полгода, когда я в Архыстоке переехала, было немножко сложновато. Ну, сейчас я уже привыкла, то есть сейчас частенько нахожусь в Висентуках, у меня там родные, поэтому ездить, ко всему привыкаешь. Ну, не знаю, главное, горы, виды, воздух, мне кажется, это перекрывает вообще все остальное. 27 сентября отмечается Всемирный день туризма, да, и вы занимаетесь как раз-таки развитием туризма. Что бы вы могли сказать, на ваш взгляд, современный турист, посещающий Карачаево-Черкесию, какой он и каким бы нам хотелось его видеть, на ваш взгляд? Ну, туристов не выбирают, гости не выбирают, да? Да, да, как и семью, собственно, да, что-то такое? Как и семью, собственно. Но, наверное, современный турист, это... Стал ли он более требовательным, на ваш взгляд? Стал 100%, причем, с одной стороны, вроде бы кажется, что стал более лояльным, готовым к каким-то условиям, то есть, появляются глэмпинги, да, там, проживание в форматах. В рамках леса, не знаю, каких-то таких условий. Кажется, что ближе к природе, да? Да, кажется, что ближе к природе, но на самом-то деле, нет, ближе к природе, но при этом, чтобы был комфорт уровня 4-5-звездочного отеля. То есть, и вот этот вот тренд, сочетать на данный момент несочетаемое, ну, то есть, это вопрос о том, что нам надо сочетать всю красоту и прелесть нашей природы, но при этом добавлять, повышать уровень сервиса и шик. Да, то есть, это как раз-таки создает такой эффект вау, когда, ну, типа, тебе кажется, что тут глухобань, а ты приезжаешь, а тут вау. Пятизвездочный отель, да? Пятизвездочный отель и Лас-Вегас. Если немного, вот раз уж задели тему Монглэмпа, да, для Карачао-Черкеси, это был такой первый проект формата глэмпинга, да, и многие люди вообще, в принципе, не подозревали, что вот такое бывает, да? Как вот, когда строили, расчет был, я так понимаю, все-таки не на местных, да, жителей? Больше, да, больше. Ну, на самом деле, так и получилось, что самые наши частые гости, это была Ростовская область, Ставропольский край, Москва. И только потом уже республики начали. А вот сейчас замечаете, что меняется тенденция? Вот начинают с республик приезжать? Люди поняли, в чем, да? Поняли, в чем суть, поняли, что это прикольно, интересно. Ну, то есть, поначалу все как бы так присматривались. А что это? А что это? А как там? Ну, то есть, самый частый вопрос, а не замерзнем ли мы там? То есть, такие моменты. Сейчас, когда уже спустя полтора года все поняли, что нет, не замерзнем, там комфортно, уютно и так далее. Как бы достаточно много ездит из соседних республик, Дагестан, Сеятья, Чечня. Казалось бы, где тоже природа, да? Да. Но, тем не менее, приезжают. Уже сказали о том, что вы находитесь в ожидании, скажем так, сезона зимнего. Это будет первый такой, да, сезон для центра, в том числе. Некая проверка, да, на прочность ожидания от этого сезона. И что будет показателем того, что он для вас прошел успешно? Ну, ожидание того, что здесь будет действительно прям какое-то такое, не знаю, молодежная тусовка с классной атмосферой, потому что там планируем, что у нас здесь будут постоянно находиться люди, кто-то будет приходить, сдавать оборудование, пить кофе, общаться, ознакомиться. Движняк такой, да? То, что да, здесь будет постоянный движняк. Вот это вот мы хотим с утра до вечера, мы готовы к этому, как бы команда заряжена. Ну и показателем, наверное, будет обратная связь от людей, которые у нас здесь будут находиться, которые будут проводить время. Мы увидим также по соцсетям, насколько нас отвечают, насколько людям интересно, что-то складывается. Сколько это популярно, да? Сколько это популярно. Ну, я думаю, да, соцсети – это показатель на данный момент. Рядом с центром, скажем так, развивается еще одно направление – это глэмпинг, но уже в Донбай. Вот хотелось бы узнать, на каком этапе реализация данного направления и что, собственно, ждет людей, которые захотят остановиться в этом направлении? С 1 октября, то есть уже буквально 10 дней, с 1 октября мы открываем два дома треугольника, трехэтажные. И фишка в том, что, ну, так как мы в целом создаем такую вот молодежную атмосферу, то эти дома, они будут находиться, скажем так, в центре событий. То есть для больших компаний, то, чего в Донбайне хватает, каждый дом будет вмещать до 12 человек. То есть это максимальное количество, которое можно там разместить. И дома между собой соединены еще таким переходом, это такое общее панорамное пространство, где также можно посидеть. Пока что мы там сделаем кинотеатр, ну, можно использовать и для занятий йогой, например, для каких-то посиделок вечерних и так далее. То есть это будут такие современные, молодежные дома, опыт создания жилых объектов у нас уже есть, на примере Монглэмпа, поэтому здесь будет вообще не хуже. Вот хотелось бы сказать, что в последние годы вообще о фрейме вот эти, да, образные домики, они достаточно знаменитые стали, да, и появляются в разных, скажем так, уголках Северного Кавказа и не только. Вот, хотелось бы узнать, чем вот ваши выделяются, преимущества какие-то вот на ваши? Самое главное, что они большие, вообще стандартные, то есть, например, самое большое количество треугольных домов и фреймов, которые я видела, это в Прибрусе. Они там просто на каждом шагу, и чаще всего это, ну, там, площадь 6х6, 7х7 максимум, с одной спальни наверху. У нас особенность в том, что они большие, ну, то есть это 100-120 квадратов, это 30. этажа, это панорамные окна в пол. Мы еще знаем, там прекрасный вид, да, на реку. Вид там просто невероятная река, спереди белолокая виднеется, поэтому там, ну, и место замечательное, и все сочетается так гарбонично. А если о дизайне говорить, сами разрабатывали? Да, дизайне сами. Это прям наверняка душу вложили, скажем так, да? Каждую детальку, ну, то есть, понимаем, я обычно представляю, если бы я здесь остановилась, что мне нужно? Да, какие-то мелочи, ну, то есть, начиная там от штопоров, каких-то дощечек, минажницы, посуде, особенно чепетильно относимся к постельному белью. Ну, как бы, опыт в гостиничной сфере, он уже не дает сделать хуже. Уже не раз сказали о том, что имеется огромный опыт реализации проектов туристической направленности, в том числе в Архизе, теперь в Донбай. Соответственно, немного провокации добавим. Хотелось бы узнать, что все-таки ближе серж. Архиз или Донбай? Донбай, однозначно, даже не думаю, да, почему? Не знаю, Донбай более уютный, более домашний, более атмосферный. Ну, то есть, за счет того, что более, ущелье более узкое, то есть, как-то тут все-таки компактненько, удобненько. Архиз красив по-своему. Но в Архизе горы где-то далеко, а в Донбай ты сидишь и над тобой вот много сайтов. Ну, и плюс очень много воспоминаний, связанные именно с Донбаем, в связи с нашими поездками. За 10 лет 2000 человек почти вывезли и показали эти горы. Это не могло оставить, да, так не оставить следа. Ну, и, наверное, самый популярный вопрос, который вам наверняка часто задают, почему катадзе? Что это вообще значит? Катадзе от слова кататься. Да, просто когда-то... Просто когда-то сидели, придумывали название, вот, как раз-таки название придумал Аслан. Он просто выкрикнул такой, катадзе, называется катадзе. Вот и все. Такая простая история. Ну, и, как говорится, да, гениальные вещи простые. Да, гениальные вещи простые. В завершение нашей интереснейшей беседы хотелось бы попросить такое обращение, пожелание к вашим будущим туристам, гостям вашего центра, если бы могли к ним обратиться, что бы вы им сказали? Ну, на самом деле, самое главное, чтобы, в принципе, все, кто приезжают сюда, в Донбай, на Крорты, Корчао-Черкесии, чтобы люди просто старались за то время, пока они здесь находятся, охватить, не то, что охватить все, а вот именно прочувствовать на максимум все то, что здесь есть, прочувствовать атмосферу, погрузиться в это, да, пусть где-то еще не суперидеальным сервисом, но именно вот вникнуть во все то, что здесь создается. И у нас есть такая фраза для, ну, вот, у нас эти 10 лет, горы, потому что горы делят жизнь на до и после. И это, на самом деле, так, то есть это о том, что горы меняют, особенно тех, кто приезжает в горы впервые. И это происходит именно благодаря тому, что ты не просто приехал, увидел, а, ну, круто, потому что ты приехал, прочувствовал это все, и поэтому... И теперь ты другой человек, да? Да, и теперь ты другой человек. И, в общем, я желаю всем гостям, всем туристам, которые приезжают сюда к нам, быть более такими чувствительными и ощущать всю ту атмосферу, которую мы здесь создаем. Спасибо, Катя, за интереснейшую беседу. Я желаю процветания вашему центру и вообще всей этой экосистеме. Я надеюсь, что с каждым годом все больше людей будут приезжать в Донбай и влюбляться в эти горы как раз-таки благодаря вашей работе. Спасибо. Спасибо. Ну, а с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь. Увидимся совсем скоро.